Привет-привет! Тема нашего прямого эфира Развиваем дикцию, поскольку дикция это очень важный элемент для культуры общения. К сожалению, у многих людей существуют некоторые такие ложные убеждения по поводу того, как надо разговаривать. И кроме того, русский язык, он совсем не похож на другие языки. И я думаю, что каждый из вас видел, как разговаривают англоязычные люди, американцы особенно. Ну, во-первых, вы помните эту пресловутую американскую улыбку в 32 зуба, да? И кроме того, люди гораздо лучше артикулируют. Вы обращали внимание, что у них прямо мышцы на лице ходуном ходят? Мы люди русскоязычные, у нас в алфавите много гласных, и поэтому мы можем себе позволить, что называется, еле приоткрывать ротик. В то время как хорошая дикция – это инструмент для донесения своих мыслей. Вот прикрытый рот, вот такая вот мягкая, скажем так, подача, она, к сожалению, малоэнергетична. А нам нужно достучаться до нашего зрителя. Мало того, что просто достучаться, да, так ещё и при использовании технических средств. Вы же понимаете, что камера, то ли это видеокамера, то ли это веб-камера, интернет, если вы ведёте прямую трансляцию, как я, всё это как бы гасит, да, нивелирует и ваш голос, и вашу подачу дикционную. Поэтому давайте разберёмся сегодня, как, собственно говоря, проверить, насколько хороша ваша дикция и какие можно предпринять меры для того, чтобы её улучшить. С вами Елена Литвиненко. Я надеюсь, что мы уже знакомы. И вы уже знаете о том, что я специалист по развитию голоса, речи, бизнес-тренер по ораторскому мастерству и довольно давно уже работаю через интернет. Мой проект существует в интернет более восьми лет. Я хочу вам передать, ну, некоторую часть из уже большого, богатого, накопленного опыта и знаний. Итак, в общем-то, основных причин вот этой вот самой нечёткой дикции всего три. Первая из них, пойдём снизу. Это какие-то, скажем так, патологические состояния, ну, специфическое строение артикуляционного аппарата. А у нас всего три, в общем-то, артикулятора. Да, это губы, язык и нижняя челюсть, которая может двигаться и которую можно развивать. Соответственно, если у вас, к примеру, неразвитая или недостаточно, скажем так, недостаточного размера уздечка под языком, то, конечно же, будет очень трудно вашему языку. Есть очень простая, как говорится, пятиминутная хирургическая операция по подрезанию этой самой уздечки, и тогда вам будет гораздо проще разговаривать. Ваш язык станет более подвижным, и вы сможете всё выговаривать гораздо лучше. Если же у вас, к примеру, была какая-то операция, челюстная, лицечелюстная операция, то очень может быть, что у вас плохо вот тут вот развиты вот эти вот мышцы, которые соединяют челюсти между собой. Это, в принципе, подвергается развитию, но нужно быть очень осторожным, аккуратным. Если, к сожалению, у вас есть какие-то деформации с губами, либо вы, к примеру, воспользовались какой-то пластической хирургией, либо у вас есть какие-то врождённые деформации, то, конечно же, у вас могут плохо работать губы. И тут нужно скорее, это врачебная проблема, и её так просто методами техники речи со специалистом по ораторскому мастерству её, видимо, решить не получится. Поэтому внимательно вспомните, а не было ли у вас чего-то такого по жизни, и обратитесь к соответствующему доктору. Обычно лор-доктора, отолерингологи, они вам всё расскажут о том, насколько хорошо, развит, насколько у вас всё в порядке с вашим артикуляционным аппаратом. Второй и самый, как говорится, часто встречающийся. Вторая причина, да, это ложные убеждения. Да, вот этот прикрытый рот, кажется, что рот открывать сильно, это некрасиво, это плохо. Вот так вот прикрывают губы, вот такие делают маленькие губки, ой, у меня губы большие, и вот так вот разговаривают, можно сказать, седят сквозь зубы, либо зубы плохо приоткрывают. И получается, в общем-то, невнятная речь. А на самом деле, ведь это способ донесения ваших мыслей, ваших идей, в том числе, если вы продаёте что-то, продаёте себя, как специалиста, как эксперта, свои услуги, продукты, то и подача ваша должна быть ясная и чёткая. Знаете, как говорят, точность, вежливость королей, да, то, пожалуй, вот хорошая дикция – это вежливость всех людей, у которых речевая профессия. Потому что очень сложно нам с вами, вот вспомните себя, на месте покупателя, клиента, очень сложно общаться с консультантами, продавцами, руководителями, которые вот разговаривают невнятно, вот так вот. И лишний раз переспросить неудобно, но часть информации ускользает. Думаю, вы со мной согласитесь. Что же нам, как бы, в этих случаях делать? Поскольку артикуляторов всего три, то, естественно, их нужно развивать. Ведь одна из причин – просто неразвитые вот эти самые артикуляционные мышцы. Это губы наши, да, соответственно, один из артикуляторов и верхняя, и нижняя язык, и нижняя челюсть, как я уже сказала. Губы, к примеру, у вас хорошо двигается верхняя губа, и вы приоткрываете при этом верхние зубы, но почти не движется нижняя губа. И при этом получается вот такое вот заячье, да, и неполноценное соответственное звучание, и вид такой. Бывает с точностью да наоборот, когда верхняя губа как бы прижата и двигается только нижняя, вот так. И в этих случаях обычно бывает такое высокомерное звучание, потому что верхняя губа почти не двигается, и, соответственно, вот такое зажатое звучание голоса. А если у вас не развита челюсть, давайте мы с вами это определим. С губами тут проще, да? Что-то говорим, посмотрели на себя в зеркало, и, соответственно, можем определить, хорошо ли двигаются наши губы. Скажите, ваши гласные, когда вы смотрите в зеркало и говорите А, О, У, И, насколько двигаются ваши губы? Или они остаются, как в данном случае, у меня практически недвижные? В то время как у каждой буквы есть своя конфигурация. А – это почти круг. О – это почти овал. У – это, соответственно, рупор, трубочка вытянутая вперед. Э – похоже на эллипс, да? То есть овал вытянутый горизонтально. И, соответственно, «ы», «и» – это больше похоже на улыбку. Различается ли конфигурация ваших губ, когда вы произносите гласные? И, «э», «а», «о», «у», «ы». Посмотрите на себя в зеркало и, соответственно, сделайте вывод. Гласных, безютированных, всего шесть. Поэтому те, у кого все шесть хорошо прорисовываются, напишите в чате шестерочку. Если вы видите, что какая-то из гласных как бы вылетает, напишите, соответственно, какие у вас прорисованы, да? Две, три, четыре или, может быть, даже ноль. И все гласные похожи одна на другую. И вот так вот они проговариваются с полузакрытым ртом. Вот вам, пожалуйста, простой анализ, диагностика. Теперь давайте попробуем с языком. Язык, как правило, ну, вот существует вообще такая идея, скажем так. Однажды кто-то из учетных, вот, к сожалению, фамилию не скажу вам, как бы даже в школьных учебниках это приводится, этот пример, что у людей это как бы вот генетический признак. Сворачивается язык в трубочку или не сворачивается. Я никогда ни с какими генами не заморачивалась и не интересовалась у своих учеников. У них там какие доминантные, рецессивные признаки. Но практически все, кто ко мне приходили, а я ведь не логопед, по сути дела, я даю какие-то рекомендации. И если люди их выполняют, то, как правило, даже у тех, у кого язык, как говорится, изначально лежит лопатой и не хочет сворачиваться в трубочку, то есть способы развить, как говорится, мышцы на языке, особенно те, которые ответственны за сворачиваемость. Попробуйте свернуть свой язык в трубочку. Получилось? И если получилось, то, соответственно, поставьте Т, букву Т, да, то есть трубочка есть. Ну, а если, соответственно, не получается, то поставьте букву Н, то есть нет, не получается трубочка. Но сейчас мы не будем глубоко в это вдаваться, просто дам вам несколько упражнений чуть позже на развитие языка. Ну и нижняя челюсть. Тут легко все проверить. Возьмите вот так вот ладошку, сложите четыре пальчика вместе, ни один за другой не заводите. Вот так вот. И попробуйте вставить их между зубами. Если все четыре у вас там вставились, не скомкались, то это хорошо. Значит, ваша нижняя челюсть довольно-таки хорошо развита, умеет, как говорится, расслабляться для того, чтобы откидываться вниз и хорошо воспроизводить все звуки. Если у вас влезли между зубами только три пальца, ну что же, это ваша зона роста. Ну и приступаем, собственно говоря, к упражнениям. Упражнения для губ. Я дам сейчас вам всего два упражнения, но они, скажем так, лучшие. Конечно, можно добавлять упражнения, если самая проблемная ваша зона именно губы. Об этом есть много на моем блоге, и, в принципе, мы это будем еще... Тут готовим ораторский курс, будем на ораторском курсе как бы индивидуально уже подходить к этому. Но сейчас хотя бы два, да? Первая из них. Вот так вот сожмем, как на букву У, да? У. Ну а на английском языке это звучит как КЮ. А потом в улыбку растянем губы. Они должны быть собраны, напряженные. И так, и так, да? КЮ-ЭС. 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 Три раза маловато, но вот восемь-десять раз повторять это ежедневно, и вы уже заметите результат. Потом. Просто попробуйте губами двигать. Если у вас неподвижная совершенно верхняя губа, то попробуйте нижнюю придержать, а верхнюю подвигать. Приоткрывая зубки. И наоборот. Челюсть при этом неподвижна. То есть зубы у вас сомкнуты. Двигаем только губами. Но чтобы это было проще сделать, давайте разогреем мышцы, вот, которые этим заведуют, скажем так, да? Для этого мы помассируем кончиком языка под верхней губой, потом под нижней губой. Вот так. И внизу. А теперь очень хорошо покрутить по часовой стрелке и против часовой стрелки. Давайте попробуем. Если слегка устали, чувствуйте, что подустали, да, мышцы. Это хорошо. Значит, они работали. И переходим к следующей зоне. Язык. Язык тоже надо бы разогреть, прежде чем с ним что-то делать. Правда же? Для этого мы его просто слегка будем покусывать. Ну, вот попробуйте вот так вот. Я сейчас вам покажу. Выставить язычок вперед и покусывать его. А теперь вот этими, скажем так, боковыми зубами покусайте его сначала справа, потом слева. Пожуйте. Что произошло у вас внутри сейчас, во рту? У кого получилось такое обильное слюноотделение? Когда мы прижимаем язык, естественно, что мы прижимаем, в том числе и слюнные железы. Это хорошо, это правильно. Это для вас, как говорится, как лакмусовая бумажка. С-образный маркер того, что вы сделали упражнение правильно. И когда вы вот так вот его разогрели, свой язычок, после этого попробуйте его внутри прямо рта аккуратненько по небу кончиком языка заворачивать. При этом у вас напряжется вот та самая подъязычная мышца, да? Подержали немножко и вернули. Завернули, подержали немножко и вернули. И еще для языка, это как бы мы его вот так вот разминали, да? Хорошо, конечно же, сворачивать в трубочку. Еще очень хорошо выставлять язык вперед. В тот момент, когда вы тянетесь к ладошке, чтобы поставить точечку, в этот момент у вас вот тут вот напрягаются мышцы, и на языке напрягаются мышцы. Вы же его вытягиваете очень остреньким, да? Как змеиный язычок. Поставили точечку и расслабились. И так тоже надо повторить 8-10 раз, не меньше. Так, ну и по поводу челюсти. Челюсть наша, она прикрепляется к другой челюсти, и очень, как бы такой орган, который легко можно выбить из правильного состояния. Поэтому с челюстью надо очень аккуратно обращаться. Если вы делаете, умеете делать движение вправо-влево, то не злоупотребляйте этим. Это очень-очень можно делать плавно, очень редко. Резкое, любое резкое движение повлечет за собой прям вот, можно сказать, медицинскую проблему. Самое главное для нас, как вы догадываетесь, чтобы челюсть легко двигалась вниз-вверх. И для этого вот тут вот у нас, вот приоткройте ротик на звук А и нащупайте. Есть так называемые мышцы-желбаки, да? Они вот прям прощупываются вот в месте соединения челюстей. Они прощупываются прямо. И их нужно хорошенечко тоже размять. Покрутить туда-сюда, да, пальчиками, а можно даже и фалангами пальцев. Туда-сюда. Вот. И после этого попробуйте челюсть максимально расслабить. Даже можно опустить голову вниз, опустить челюсть, соответственно, для того, чтобы максимально расслабить. И уже после этого попробуйте снова сделать так, а-а-а, и вставить пальцы в рот для того, чтобы почувствовать это. Конечно, это не единственный момент, который можно делать с челюстью, есть и другие упражнения, но сегодня хотя бы это. Я думаю, что если у вас всё получилось, то уже этого небольшого запаса упражнений вам хватит для того, чтобы научиться разогревать свой челюстно-лицевой аппарат, да, артикуляционный аппарат перед каким-то ответственным говорением. Смотрите на себя в зеркало, просмотрите свои видео, если они у вас есть, и сделайте для себя вывод, насколько хорошо артикулирует мой рот, насколько хорошо я могу доносить информацию. Ну и любимое многими упражнение, которое я называю мобильным, оно почему мобильное? В общем-то, его можно, что называется, делать в любой момент, лишь бы под руками была вот эта самая винная пробка. Винную пробочку мы вставляем между зубами, зажимаем между зубами примерно на одну треть. Но если при этом будет плохо двигаться язык, можно даже всего на одну четвёртую вставить в рот, зажать зубками и пробовать проговаривать любой текст с пробкой во рту. Причём лучший вариант, если вы запишите аудио этого самого текста. Пусть текст будет не длинный, но сначала его проговорите с пробкой во рту, а потом без пробки во рту. И когда вы потом сравните, вы поймёте, как говорится, где собака зарыта, да? На каком принципе основано это упражнение? Ну, мы все знаем, да, что если у человека отключить какой-то орган, да, то он начинает как бы замещать другими органами, замещать необходимые ему движения. И, соответственно, если мы отключаем челюсти, а когда у нас зажата пробка, то мы челюстями же не движим, у нас двигаются только губы и язык. И поэтому мы заставляем губы и язык двигаться в повышенном, в экстремальном режиме. И они у нас, соответственно, развиваются. Полезно вот с пробочкой во рту читать довольно большие тексты, страничку и даже две странички в день. И если вы читаете даже просто какие-то в интернете сообщения или статьи, публикации полезные, посты, вставьте пробочку в рот. Это у вас, как говорится, не займёт много времени и сделайте для себя полезное дело. Мало того, что информацию получите из текста, так ещё и поработайте со своей дикцией. Была рада с вами сегодня пообщаться. Надеюсь, что это будет для вас очень полезно. Пишите об этом в комментариях, если ко двору, как говорится, пришлось. А также, если у вас есть другие проблемы на эту тему, да, то обязательно напишите об этом. И, конечно же, в последующих своих эфирах и вебинарах я постараюсь все эти моменты учесть. Ну и надолго не прощаюсь. С вами была Елена Литвиненко, тренер по ораторскому мастерству. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok